Доброго дня, уважаемые коллеги. С вами консультант компании «Решение Верной РФ» Сергей Масляхин. Сегодня у нас разговор про субсидии по постановлению Минпрома 529-му. Компенсация части затрат на НЕОКР для разработки программного обеспечения и цифровых платформ для внедрения у производственных компаний заказчиков, которые производят высокотехнологичную промышленную продукцию с помощью этих цифровых платформ и программного обеспечения качественно улучшают свои технологические бизнес-процессы, качество продукции, у которых есть совершенно четкие измеримые состояния, как есть, СИС, и четко измеримые состояния 2B, как будет, и измерим эффект фактически от внедрения этих самых цифровых платформ и цифровых продуктов. Соответственно, Минпромторг компенсирует до 50% понесенных компаний-разработчикам затрат. Естественно, мы сейчас не говорим про обязательства введения раздельного учета, открытия проектов компании, не говорим о перечне возмещаемых затрат, хотя он довольно четко определен. Более того, доведены лимиты, ковенанты, то есть сколько, по каким статьям, в каком размере, относительно суммы субсидий можно получить компенсации. Соответственно, есть исчерпывающий перечень программных продуктов и требования к определению цифровых платформ на разработку и внедрение на промышленном производственном предприятии, которых возмещается затрат. Вот этот перечень приведен в постановлении правительства, вот он здесь тоже на экране. То есть, в принципе, речь от цифровых двойников изделия, цифровых двойников технологии, цифровых фабрик, программы САПРа, инженерного анализа, управление инженерными данными, проектирование, управление производственным процессом, различная автоматика, АСУТП, ЕРП, управление процессами, управление активами, да, есть соответствующие аббревиатуры в международной классификации этих программных продуктов, мониторинг состояния оборудования, технологии обработки анализа больших данных, планирование, процессы послепродажного обслуживания, техобслуживания, ремонт содержания, да. Ну и, соответственно, цифровая платформа, с одной стороны, определение довольно близко к понятию программно-аппаратный комплекс или аппаратно-программный комплекс ПАК, АПК, да, вот, но, тем не менее, вот такое есть определение совокупности информационной технологии и технических средств, обеспечивающих решение, ну, можно условно ставить знак равенства с аппаратно-программным комплексом. Соответственно, еще есть несколько определений высокопроизводительных рабочих мест, что относится к высокотехнологичной промышленной продукции, когда МакВет есть такая, да, что такое комплексный проект, где его границы, да, то есть на что он должен быть направлен, вот, не окра до создания рабочих мест, начала производства продукции и выхода на объем реализации. Есть довольно хорошо проработанный шаблон презентации Минпромторга, в котором лаконично обозначены все основные аспекты бизнес-проекта, комплексного проекта, бизнес-плана, описание команды, в каком виде хочет увидеть Минпромторг, описание проблематики, соответственно, довольно четкое показательное, где возникает, когда, насколько масштабна эта проблема и каким образом мы хотим решить, да, то есть измеримые параметры, когда мы считаем, что мы решаем, например, проблему, да, или снижаем ее релевантность, необходимость, ну, в смысле, как формулируется проблема, да, в разрезе бизнес-процессов и, в принципе, дает достаточно четкое понимание, да, проблематики на решение, которое направлена платформа или программный комплекс. Соответственно, должны быть четко понятны цели и финансы, бюджет проекта по годам, там, соответственно, два года, в разрезе собственных средств, они называются небюджетные и, соответственно, средства субсидий, бюджет, а также, что является ключевым показателем успешности проекта и некое описание аналога. Значит, ну и, соответственно, некое погружение в продукт, да, что является продуктом и какие эффекты к моменту завершения проекта от внедрения ожидаются, какой набор ключевых функций, функционала платформы или системы. Аналоги следуют вот довольно интересной, хорошей формы, да, чтобы не перечислять текстом, предполагается, что у рассматриваемого комплексного проекта и продукта проекта есть довольно широкий перечень ключевых параметров и с точки зрения преимуществ, да, то есть с точки зрения интеграции, с каким количеством платформы, с какими, какие эффекты для потребителей, кто целевой аудиторией является, да, ключевые элементы, предполагается по определению, что рассматриваемый продукт, он должен быть лучше, выше или, там, не знаю, в каких-то сопоставимых, в каких-то лучше, чем у конкурентов, да, и, соответственно, аналоги продукты других производителей, ну, то есть цифровой платформы и софт другого, других разработчиков, они тоже приводятся вот в сравнении, таким образом, можно указывать цифрами, что присутствует или отсутствует у другого разработчика, конкурента. Значит, два аспекта описания трансформированного процесса, как сейчас и как хотим, к чему придем после внедрения результата достигаемого по итогам реализации проекта. Соответственно, некое понимание об архитектуре платформы или цифрового решения, программного обеспечения и инфраструктуре, да, ну, то есть в разрезе жизненной ситуации, на которой мы реагируем, инциденты так называемые, да, каналы, по которым идет работа, сервисы, ядро, данные, инфраструктура, взаимосвязи и так далее, и так далее. Классика для системного аналитика, бизнес-аналитика, построения архитектуры систем по их модульному или вот блочному принципу. Ну и, соответственно, некие лаконично выделенные в дорожной карте этапы. Понятно, что этапы. Понятно, что календарный ресурсный план, он гораздо подробнее, в презентацию его сюда, что называется, не пихнешь, вот, но в этом постановлении правительства проработаны и шаблоны конкурсной документации, и шаблон бизнес-плана, и шаблон календарно-ресурсного плана. Соответственно, есть шесть групп критериев в рейтинге оценки, есть веса этих критериев, вот можете посмотреть, какие наиболее значимые, какие менее значимые, и, соответственно, под каждые критерии есть формула расчета, да, ну, кроме, пожалуй, методики оценки УГТ, она не по формуле расчета, она по методике государственного стандарта ЦРК УГТ-ТРЛ, да, 57-58 ГОСТа. Вот, а по остальным есть, методика и формула расчета значения данного критерия и интегральный коэффициент его рейтинговой оценки данной конкретной заявки по данному конкретному праву. Так, ну, соответственно, вот место этой меры поддержки постановления правительства 529-го в системе других мер поддержки, которые нам известны с точки зрения разработчиков, интегратор заказчиков внедрения и достигаемые эффекты у внедряющей компании, у компаний заказчика. Ну, и, соответственно, кое-какие параметры сравнения. Естественно, как и в любой другой программе, куча нюансов. Обращайтесь к нашим специалистам, мы имеем достаточный опыт подготовки заявки, сопровождения заявок в конкурсе, консультирования по отдельным возникающим вопросам, начиная от проектного управления в проектной компании, в IT-компании, в компании заказчики внедряющие, об открытии проекта, создании рабочей группы, штатное расписание, допники к трудовым договорам, смета проекта, календарно-ресурсный план. Иногда приходится участвовать в редактуре технических документов, технический проект, архитектура, концепция развития софта, программа методика испытаний, техническое задание частное, ЧТЗ, по ГОСТу, не по ГОСТу, что еще, функциональные требования, спецификации и так далее, и так далее. Бизнес-план, естественно, финансово-экономические расчеты, маркетинг, сравнение с конкурентных позиций на российском, мировом рынке, анализ с аналогами и тому подобные компетенции, в том числе юридические аспекты, как составить требуемые документы, бухгалтерские, как все это учесть, как учитывать неокры и так далее, и так далее. Обращайтесь, специалисты имеют довольно серьезный опыт. Так, ну это, соответственно, кое-какая конкретизация по сносочкам, посылкам, что здесь имеется в виду. Соответственно, вот так Минпромторг видит процедуру проведения заявки трехступенчатая она у Минпромторга. Ну и, собственно говоря, следует ожидать в ближайшее время объявления конкурсного отбора. Обращайтесь, под видео будет ссылочка на материалы портала, на страничке есть много подвкладок, описывающих отдельные аспекты данного конкурса, подготовки, услуг, которые мы можем оказать, моментов, на которые заявителю требуется обратить особое внимание, структуру бизнес-плана, методики и отдельные аспекты, что является, что не является, какие статьи затрат. Много информации для тех, кто не ленится, соответственно, читать. Успехов в реализации проекта. Желаем вам успешно использовать инструменты государственной поддержки, благополучно читаться, собственно говоря, обеспечить целевое использование субсидий, разрабатывать современные технологии, программные продукты, железные нёкры и так далее. С вами был консультант решений Вернеров Сергей Маслёхин. Успехов! Удачи в бизнесе!